Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать сладости, а точнее это будет тортик. Вы мне очень часто писали в комментариях, что Айка, давай снимай про тортик, посмотрите сблизи, как он у меня выглядит. И здесь не только тортик, здесь еще мармеладки и ежевика. Вроде он небольшой, но просто больше этого размера я просто съесть не смогу. А как говорила ранее, заставлять я не хочу себя. Также приготовила ведро чая, я очень люблю пить. Надеюсь, что даже этот маленький кусочек мне удастся съесть. Здесь еще мармеладки, которые божественно просто пахнут. Просто супер, я вообще люблю мармелад. Давайте будем о чем-нибудь говорить. Какой из языков был самый сложный для изучения? Вообще, на мой взгляд, самый сложный язык для изучения, который просто нереально выучить, это русский язык. Как бы это парадоксально не звучало, хоть я русский язык знаю, но можно сказать, чисто знаю, могу выйти из положения. Но я считаю, что русский язык самый сложный в изучении. Знаете, вот эти окончания, падежи, ни в одном языке нету, знаете. Ручка, женский рот. Женский мужской рот очень сложен в изучении, на мой взгляд. Вкусно. Нереально вкусно. Смешная ситуация из детства. Даже не знаю, какую историю вам рассказать. Я вроде рассказывала пару историй. Один раз я вырвала лист, где получила тройку. И учительница увидела это. Она опозорила меня перед всем классом, представляете. Мне было жутко стыдно, я вообще не хотела идти в школу из-за этого. Она могла бы после уроков, например, позвать меня и сказать, что так делать нехорошо. Ты сделал неправильно. А она прям опозорила меня перед всем классом. Попросила меня, вернее, заставила меня вынуть из мусорки этот лист, который я вырвала. Но я запомнила это на всю жизнь. Как считаешь, ты прямолинейная или ты? Я очень прямолинейная. Я не люблю, когда меня держат за дурочку. Я не могу это терпеть. У меня была коллега однажды на работе. И у нее типа был свой блог в инстаграме. Там 6 тысяч подписчиков, из которых половина накрученная. И она ходила всем втирала, что у нее реклама стоит 500 монат. Это делает 20 тысяч российских рублей. Когда у нее на фотографии 120 лайков. То есть, это настолько было парадоксально. Я просто не выдержала и высказала ей все в лицо. Мне надоело было поддакивать. Следующий вопрос. Ссорилась ли с мамой в подростковом периоде? Мне кажется, все ссорились. И это нормально. Я даже не помню, из-за чего именно. Но я вообще, в общем и целом, была очень спокойным ребенком. Но иногда меня тоже что-то не устраивало. По мне это нормально. Как в тему здесь вот этого ежевика. Очень вкусно. Обязательно ведро чая. Следующий вопрос. Покажи маникюр, пожалуйста. Давайте я вам лучше покажу его в инстаграме. Сблизи, чтобы было лучше видно. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. И вопросы тоже я беру именно со своего инстаграма. Следующий интересный вопрос. Хочешь ли ты тату или пирсинг? На самом деле, я очень хорошо отношусь к татуировкам. Мне очень нравятся татуировки на чьем-то теле. Я положительно к этому отношусь. Но без фанатизма. Например, мне не нравится, когда татуировки на лице. Я увидела девушку в инстаграме. Она была фанаткой Гусейна Гасанова. Кто его знает, то ставьте лайк. И она набила себе на шеи Гусейн Гасанов. Ужас. И я видела парней, опять же, в инстаграме, которые делали татуировку с Ольгой Бузовой. Это бред, ребята. То есть кумиры меняются, времена меняются. Нужно делать что-то такое, что тебе никогда не надоест. Например, надпись какую-нибудь. Пирсингов у меня нету. Хотя в подростковом периоде я хотела себе проколоть нос. Моя мама была не против этого. Наоборот, моя мама считала, что это красиво смотрится. Но пирсинг нужно колоть, когда... Прокалывать, господи. Когда тебе 14-16 лет, на мой взгляд. Когда тебе уже 20. Кстати, пирсинг это как-то по-детски по мне. У меня ни пупок не проколотый, нигде нету ни одной татуировки. И пока что я не собираюсь ничего колоть. Прокалывать. Смотрите, какой огромный кусочек. Тортик прям воздушный. Еще вот эти фрукты очень в тему получаются. Придают такую кислинку. Вообще впредь надо купить. Пластмассовую ложку. Потому что я заметила, что в комментах девчонки мне пишут, что раздражают этот звук от ложки. Следующий вопрос. О чем ты жалеешь? Да, есть, конечно, вещи, о которых я сожалею. Но не прям целыми днями думаю, надо было так сделать. Но реально. Проходит время, ты начинаешь понимать, что где-то ты был неправ. Например. У нас в универе я училась в западном вузе. У нас был педагог, который приехал, по-моему, из Америки. Ну, в общем, он не знал ни слова ни по-русски, ни по-азарбайджански. И мы вынуждены были с ним говорить на английском. В этот период мы все с нашими одногруппниками бросались на ректора, что что это такое. Мы не хотим такого педагога, который вообще нас ничего не понимает. На самом деле это была тупость, потому что именно так можно было хорошо выучить английский. Можно сказать, процентов, наверное, 40 английского я выучила именно так. Потому что, когда мы заходили в класс, он нам говорил, что происходит. И мы вынуждены были говорить May I come in? И он говорил Okay, sit down, please. И хочешь, не хочешь, каждую фразу мы гуглили сначала, потом говорили ему, и хочешь, не хочешь, три раза ты уже гуглишь, ты уже запоминаешь эту фразу, и в следующий раз ее используешь. Было очень круто, интересно. Ну, тогда нам это казалось катастрофой просто. Мы считали, что универ специально нам нашел такого педагога, чтобы срезать нас всех, и чтобы мы заплатили за срез. То есть мы не сдали экзамен следователя, мы должны его пройти еще раз. И мы думали, что типа универ это делает по вред нам. Какие же мы все-таки дураки были. Тут такой интересный вопрос. Ходить гордой на каблуках или босиком по счастью? Я считаю, что лучше ходить гордо на каблуках. Я считаю, что вообще гордость это самое-самое главное, что никогда, девчонки, не унижайтесь. Если кто-то вас любит, он вас полюбит и гордый. Когда мне было ряд 16-17, во мне не было такого понятия вообще, как гордость. Но со временем я поняла, что это очень важно. Если, например, в моей жизни, да, будет какой-то парень, а он вдруг мне напишет, что я не хочу с тобой общаться. Ну, к примеру. Поверьте, я никогда за ним бегать не буду. Ни за что. Даже если он сам через неделю объявится, скажет, ой, прости, я ему скажу, что, слушай, не надо было от меня отказываться неделю назад. Почему-то, знаете, как-то мужчины очень сильно расслабились за последнее время. Раньше завоевать девушку это было очень трудно. А сейчас просто написал, предложил встретиться, все готово. Так не должно быть. Мы должны знать себе цену. Как вкусно. Просто нечто реально. Я не сладкоежка, но этот тортик божественен. И чая почти нет. Следующий вопрос. Какую школу ты закончила? Не хочу как-то, знаете, высокомерно говорить, но я закончила очень простую школу, в которой учились все, так можно сказать. А универ, например, я закончила частный, где обучение стоило не так уж и бюджетно. И, если честно, там контингент был абсолютно другой, нежели в моей школе, например. В школе было 30 человек в одном кабинете. Типа это был класс. Прикиньте, если все бы пришли, кому-то негде сидеть. Даже не 30, по-моему, больше 30 было, а парт был намного меньше. То есть там был расчет, что кто-то пойдет погулять. И класснуха у нас была очень-очень вредная. Прямо у меня ненависть к ней, если честно. А в универе все было по-другому. В универе к нам обращались на «вы». У нас в группе было по 15-16 человек. Уроки проводились очень-очень хорошо. С нас требовали то, что нам объясняли. В общем, годы в универе у меня прошли очень-очень интересно. Я познакомилась с новыми людьми. С нормальными людьми. В классе как будто меня как-то не взлюбили. Я не нашла общий язык ни с кем. Плюс еще народу было очень много. И последний вопрос, на который я сегодня отвечу. Будешь ли продолжать снимать видео, когда выйдешь замуж? Ну, если говорить так серьезно, я в ближайшее время не собираюсь замуж. Ближайшие два года точно вот прям не собираюсь. Но там, знаете, судьба, как получится. Это бывает, что встретишь человека, полюбишь. И в течение полугода, не знаю, выйдешь замуж. Поэтому загадывать как-то нельзя. Но я думаю, что 100% я буду снимать видео обязательно. И поэтому я буду выбирать такого человека, который полюбит меня с моей профессией, с моим хобби. Он должен полюбить не только меня, но и 40 тысяч человек, моих подписчиков. Я очень надеюсь, что такой человек найдется. А на этом все. Я съела все. Было очень-очень вкусно. Ставьте лайк, если вам не жалко. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. То в следующий раз именно ваш вопрос прозвучал в моем видео. Также я очень часто выхожу в прямые эфиры. А вам желаю удачного дня. Приятного аппетита. С вами Блайка Эмили. И всем пока.